Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 25, моим родителям 52 и 64 года назад я переехал в другую страну, это было моей мечтой. К сожалению, мы с того момента не видели живую, в силу иммиграционных обстоятельств. Несмотря на это, мы, конечно, общаемся почти каждый день. Честно говоря, в это время я не чувствовал поддержки родителей. Скорее давление с их стороны к тому, чтобы я вернулся домой. По их мнению, у меня дома больше возможностей, а тут я просто срачу время. Я не согласна, так как, возможно, я не успела добиться карьеры или не заработала много денег, но для себя открыла себя и продолжаю это делать. К примеру, я понимал, что у меня никогда не было своего собственного взгляда на жизнь, а сейчас по чуть-чуть учусь руководить своей жизнью сама. Я всегда была очень зажата, у меня, считаю, всего был страх, начиная от того, чтобы водить машину и заканчивая сменой работы, даже если это работа официантская. Родители все время давили на меня, чтобы я принимал какие-то решения, делал какие-то движения, к которым я не была готова. Постоянно рассказывали, как мне тяжело и плохо, хоть я никогда не давала причины так думать, даже если и были тяжелые моменты, я никогда не говорила об этом. В конце, в конечном итоге я слышу фразы, ну раз ничего не получилось, езжай домой. Мне не понравилась моя новая работа, я решил сразу уйти оттуда, езжай домой, видишь, не идет. Когда я начинал разговор о том, что они на меня давят и не поддерживают, родители утверждают, что они просто переживают и не давят, не требуют от меня ничего. Но потом происходят ситуации, как в следующем примере, у меня есть машина, и моя мама без обсуждений со мной сказала мужу моей сестры узнать, сколько будет транспортировать мою машину домой. И таких движений полно. А то мама ищет мне работу на случай моего приезда за то, что это еще. До дачи время от времени седра прибегают к обвинениям, что я эгоист, который думает лишь о себе, а родители в возрасте, плюс родители моей мамы скончались от драка в довольно молодом возрасте. Вся эта ситуация давит на меня, здесь постоянно напряжение, так как с одной стороны мне нравится где я живу, с другой мне вечно кидает в сторону сомнений, типа не буду новую машину покупать, квартиру лучше искать, а зачем деньги тратить, надо домой ехать. Подскажите, пожалуйста, как можно не чувствовать этой вечной вины перед родителями, как сделать так, чтобы все это давление не травмировало меня таким образом? Ну, здесь по вашему описанию ситуации я бы не сказал, что есть какое-то такое, знаете, решение, да, я прям вот готова, ну, в том смысле, что вы живете так не один год, и, вероятно, вы к этому уже привыкли, я имею ввиду, привыкли так жить, и, соответственно, вряд ли вы прямо-таки быстро сможете поменяться, потому что, ну, например, ваше такое вот глубинное убеждение в том, что родители лучше знают, как вам жить, или ваше глубинное убеждение в том, что, допустим, вы должны своим родителям, оно как бы, ну, так просто сразу быстро не уйдет. Поэтому я не думаю, что вот именно подсказать вам, как не чувствовать вечной вины перед родителями, просто подсказать, как не чувствовать, ну, не чувствуете, да, это, мне кажется, проблему не решит, ведь не решит, ведь ситуация несколько глубже. Во-первых, что такое вина? Вина – это обращение со злостью. Вина – это то, как вы обращаетесь со своей злостью, как вы работаете со своими личными границами, насколько у вас есть навык эти самые личные границы выражать, и свою злость для начала, а после уже и некоторые другие чувства, например, любовь, например, благодарность, например, нежность, например, тепло, например, там, интерес и любопытство проявлять, да? Вот. Но если вы привыкли свою злость, свой протест, свое несогласие и другую точку зрения, в принципе, наличие другой точки зрения скрывать, то, естественно, вы будете испытывать подобное переживание, подобное чувство вины. Вот. Дальше. Чувство вины возникает и… исходя из ваших ценностей. То есть, когда у человека есть определенные ценности, ну, например… да? Например. Когда у человека есть, например, ценность, то он должен, если он хочет, заботиться о своих близких. Вот как вы у своих родителях. То, естественно, несоответствие и отсутствие действий в эту сторону приводит к появлению у человека чувства вины. Потому что он, как бы, своим ценностям в данном случае несколько изменяет. И это нормально. То есть, чувство вины, в данном случае чувство вины, и испытывать вполне себе адекватно. То есть, здесь вот, так скажем, ситуация может заключаться в том, в том числе, допустим, что вы несколько, ну, вот, себя, несколько бежите, получается. А, скажем так, скажем так, ну, я бы сказал, вы себя несколько зажимаете, да? Вот. Ну, то есть, несколько бежите, получается, от своих ценностей. Вот. Понимаете, да? Какая штука? Ну, происходит. В данном, ну, вот, в данном, ну, в данном случае, как бы. Свои ценности, да? Свои ценности в каком, в каком-то смысле, для себя ваши ценности, вот, ну, так сказать, сформулировать, вот, о предмете, и дальше уже, вот, в этом, что-то делать. Да, как бы, понимаете? Вот, ну, понимаете, что в данном случае, я имею ввиду. Вот. И таким образом вы сможете решить для себя вот эту проблему. Понимаете, да? Эм, ну, вот, как бы, эм, что я пытаюсь вам сказать. То есть, здесь, именно, что работа с ценностом. Ценностным, таким вот, эм, ну, ценностным ориентиром, данным. В случае, получается, как бы, вот. Это очень важно. Очень важно это делать. Да? Понимаете? Дальше. Эм, чувство вины, так же, эм, представлять, эм, представлять, эм, собой, или, представлять, эм, из себя, эм, определенные, эм, ожидания. То есть, это то, например, эм, чего я жду. Допустим. Это то, чего я, ну, как бы, эм, ожидаю. Допустим. Это то, чего я ожидаю от себя. От своих родителей. Ну, вот. От, ну, как бы, от других людей, может быть. Даже. Понимаете, как бы. Про что здесь? И вам, эм, на мой взгляд, необходимо, эм, с этими ожиданиями, своими ожиданиями, которые у вас есть, поработать. Спросить. Например. Себя. Да? А, насколько мои ожидания вообще говорят? А, адекватно. Например. Насколько мои ожидания вообще реалистичны? То есть, я вот чего жду-то, жду от себя. Что я буду делать по отношению к родителям что? Да? Вот. То есть, там, например, я буду, эм, там, допустим, эм, например, приносить себя в жертву своим родителям. Да? К примеру. Или, там, например, я буду, эм, ну, ожидать от, эм, допустим, себя, что я все время буду, там, действовать, эм, вот, как-то, ну, по их указке. Например. Да? Вот. И так далее. И так далее. И так далее. То есть, это вот, эм, то, чего вам, в принципе, эм, то, на что вам нужно обратить внимание. Вот. Это вот, по крайней мере, эм, самое-самое такое очевидное. То, что можно вот сказать. Сейчас. Да? Вот. Следующий момент. Очень важный момент. Как мне кажется. Заключается в том, как вы, эм, конкретно относитесь к, допустим, допустим, своим родителям. Ну, вообще, вот, эм, так вот, эм, так вот, эм, так вот, в целом. Да? Как в относитесь к своим родителям. А не для вас, эм, кто, а не для вас что, и так далее. Это очень важный момент. Потому что, эм, на мой взгляд, вы, эм, слишком, эм, слишком серьезно, эм, слишком серьезно, я бы сказал, эм, относитесь к своим родителям. Вот. Ну, вот, эм, слишком серьезно вы их, эм, на мой взгляд, воспринимаете. Вот. А это, в какой-то степени, э, ошибка, эм, потому что, ваши родители, они, безусловно, достойные люди. Это правда. Но, эм, как бы, есть у ваших родителей, так же, эм, и свои недостатки. Вот. Свои, определенные, такие вот, моменты. Ну, скажем так, да? Эээ, ну, негативные моменты, ваших родителей. Эти моменты нужно учитывать. Вот. То есть, делать, делать поправку на их возраст, эм, моих воспитания. Лучше, эм, как бы, понимать их, ну, по крайней мере, пытаться, 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 лучше их понять, да? Вот. Пытаться, эм, проникнуться их точкой, точкой зрения. И увидеть, может быть, в их точке зрения, например, некоторый, как деструктив, так, конечно же, и позитив. Ну, так, в принципе, оно всегда, везде и бывает. То есть, ну, так вот оно, в принципе, всегда происходит. Таким образом, что всегда есть какой-то негатив, всегда есть позитив. Следующий момент. Чувство вины – это страх. Ну, как правило, в том числе. В том числе, это про страх. Вот, ну, вот, в том числе. И, если вы чего-то боитесь, а вы описываете себя, как человека, вот, несколько неуверенного в себе, то, если вы чего-то боитесь, если вы чего-то опасаетесь, например, то очень важно, как мне кажется, с этим тоже разобраться. Чего я боюсь? Чего я опасаюсь? Что меня тревожит? И так далее. То есть, если вы неуверенный в себе человек, например, то, скорее всего, вы боитесь, там, неких ошибок, вы боитесь каких-то неверных решений, там, оценок и так далее. Для себя это нужно также определить. Вот. Чтобы не существовать, как вы это делаете сейчас, как мне вот кажется. А? В таком вот постоянном, можно сказать, эм, подвешенном состоянии. Или полуподвешенном состоянии. Что, конечно, ну, как бы, совсем не лучше. От этого. А можно также говорить о том, что ваши, эм, сомнения, которые у вас есть, вот, то, что вы описываете, да, вот, вы говорите, что у меня есть, вот, постоянные сомнения, постоянно я сомневаюсь и так далее. Вот. Отдельно и с сомнениями тоже работают. Потому что ваши сомнения связаны с тем, что недостаточно прописаны ваши интересы, к примеру. Ваши приоритеты, к примеру. Вот. Ваши увлечения, которые есть у вас, к примеру. То есть вот эти все вещи, эм, не прописаны вам. Потому что всегда, всегда, эм, за этим стояли другие люди. Ваши родители, сестра и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, не привыкли вы к себе, вот, эм, как-то, эм, прислушиваться. Допустим. Ну, вот, не привыкли. Да, вы говорите, что я себя нахожу, я, ну, как-то вот лучше себя, там, чувствую, вижу, там, понимаю, и так далее. Вот. Это замечательно, но совершенно очевидно, что, эм, как бы, как бы процесс, он, эм, не такой, эм, быстрый, как вот, эм, ну, может быть, мог бы быть, или как бы вам хотелось, да. То есть это такой процесс, который, наверное, вам бы хотелось бы ускорить. Вот. Потому что, эм, вы во взрослой жизни, эм, вы в другой стране, одна, а до сих пор, как бы, ну, вот, с родителями, там, спорите, что-то пытаетесь им доказать, и так далее, и так далее. Вот. А ваши родители это чувствуют, они чувствуют, что вы, эм, у них как будто бы спрашиваете что-то. Ваши родители чувствуют, что вы на них пытаетесь опереться. Вот. И у них возникает тревога, которую, которую они, как бы, выражают вот в такой вашей гиперопеке. Она у них всегда есть, или тревога. Ваши родители это люди, которым неинтересно жить, эм, скорее всего, эм, самим для себя. Вот. Это тоже нужно понимать. Но вы своим поведением не приучаете их к тому, что вы справитесь без них. В частности, это продиктовано тем, что вы общаетесь с ними каждый день. Вот. Совершенно необязательно общаться со своими родителями каждый день, как это делаете вы. Но вот нет такой необходимости, как бы, общаться со своими родителями каждый день. Вот. Понимаете, да? И нет необходимости говорить родителям про свою жизнь, вообще рассказывать им про неё. А вы это делаете. И, как я понял из вашего описания, что вы это делаете, ну, чуть ли не каждый день вы это делаете. Знаете, какая штука? Вот. Естественно, конечно, вам будет тяжело, трудно и, естественно, конечно, родители будут на это как-то реагировать. Вот. Они искренне верят в то, что вам помогают. Вот. Искренне, прямо искренне-искренне они верят в то, что помогают вам. Вот. Хотя, ну, там, по большому счёту, да, то, что они вам больше вредят, ну, это им понять довольно сложно. Вот. Это тоже нужно понимать, вот этот момент. Но чтобы это понять, нужен ресурс. А ресурсов у вас, как раз таки, нет. Потому что все ресурсы ваши тратятся вот на, как бы, борьбу. Вот. Ну, борьбу, в смысле, внутреннюю и на борьбу со своими родителями. Вот. Там, там просто неоткуда взяться какого-то ресурса дополнительного. А если вы не привыкли ещё и к себе прислушиваться, когда, там, ну, допустим, когда что-то делаете, например, когда выбираете, скажем так, рост занятий своих, да? Вот. Если вы не привыкли ещё и здесь к себе прислушиваться, то вообще получается очень-очень в таком случае всё весело. Вот. Поэтому, как бы, работа здесь, на мой взгляд, не может быть какой-то вот такой, ну, кусочной что ли. Да, может быть только комплексной, потому что та энергия, то количество энергии, которое вы тратите на борьбу с родителями с сестрой и прочее-прочее. Ну, вот. Та энергия и сейчас просто некуда идти. И сейчас просто некуда как бы деваться. Если не туда, то куда? Вот. Ну, вы, вот, как-то, на мой взгляд, ну, просто переживали бы, если бы не эта история, вы переживали бы, что у вас, там, к примеру, да, может, там, не знаю, чего-то не получится вообще. Ну, то есть, как бы, что у вас не получится, там, допустим, ну, какие-то действия, там, совершить и прочее. Вот. То есть, энергия всё равно будет куда-то идти. Ещё один важный момент. Вы говорите, что я не чувствовала поддержки родителей. Вот, тут тоже такой достаточно делегатный, как мне кажется, аспект, потому что, а почему родители должны вас поддерживать? Ну, в смысле, мечта, уехать, например, была вашей. Вы не хотели уехать. Вы уехали. Почему родители вас должны поддерживать? А вы как будто ожидаете их поддержки. Понимаете, в чём история? И очень важно замечать, как вот эта, вот эта потребность в поддержке у вас появляется в целом. Что она из себя представляет? Это, вот, потребность в поддержке. То, что вам, вот, ну, то, что вам, ну, ну, нужна поддержка. Вот. Как она, ну, образовывается эта, потребность ваша в поддержке? Это неплохо, что она есть. То есть, мы все нуждаемся в поддержке, мы все, в принципе, хотим её. Но, вопрос в том, о чём конкретно мы говорим, когда говорим о том, что вы нуждаетесь в поддержке. Мы говорим о том, что вы, например, на самом деле, допустим, серьёзно, ну и достаточно серьёзно, устаёте, и вам тяжело, и вы, вот, хотите, чтобы, ну, кто-то, вот, из близких, там, допустим, на какое-то время забрал у вас часть ответственности за вас. Это одно. Что-то, что-то можно и нужно делегировать. А задайте с вопросом, могут, можно ли родителям вашим в данном случае, вот, что-то такое делегировать. На мой взгляд, нет. И вы в глубине души это знаете. Значит, что необходимо делать? Необходимо организовывать ваше окружение. Уделять внимание вашему окружению. Заботиться о том, чтобы ваше окружение было адекватным. Заботиться о том, чтобы вас окружали люди, которые реально могут и хотят вам помочь. Вот. А у меня сложилось такое впечатление, что вы, ну, вот, знаете, в некой такой, как будто бы, изоляции находитесь. Да, то есть, вы живёте среди других людей, вы живёте в другой стране, но, как бы, вот, тянетесь к родителям, которые, вообще-то, уже, ну, давно не с вами, да, которые, там, находятся далеко от вас и у которых, ну, несколько, там, своя жизнь. Вот. Понимаете, да? Вы спросите себя, если бы у вас был, вот, прямо сейчас, если бы у вас был мужчина, если бы у вас был парень, если бы у вас был муж, вот, вам бы так необходимы были родители-то? Вам бы, ээээ, так необходима была их поддержка. Вот. Понимаете? А люди помогают, эээ, другим людям, не так, как хотят эти люди, а так, как они могут, так, как они умеют. Люди помогают мне так, как вы заказывали, люди помогают так, как они могут помогать. И вот вам, эээ, собственно говоря, эээ, как бы, родители и помогают так, как они умеют, так, как они могут. Не идеально, но исходя из своих возможностей. Вот. Понимаете? А вы, как будто бы, знаете, вот, эээ, ну, ждёте от них, эээ, в какой-то, вот, помощи другой. Ждёте от них того, что они, эээ, внезапно по, эээ, вот, ну, в момент, эээ, перестанут действовать так, что они действуют. Они, может быть, и перестанут, но для этого вам нужно изменить своё отношение к этому, своё отношение к себе нужно вам изменить, вот. А вы это делаете? Ну, как бы, вы просто хотите, там, условно говоря, избавиться от, ээээ, там, чувства вины, эээ, ну, от, эээм, чувства вины хотят избавить. Вот. Научивству вины ведь есть, эээ, свои, эээ, ну, некоторые, скажем так, основания, да? Вот. Понимаете, какая штука? Поэтому, эээ, здесь ситуация, эээ, такая, эээ, что, эээ, в первую очередь, необходимо увидеть, ээээ, о чём конкретно у вас идёт речь, да? У вас идёт речь про ожидания, например, ваших родителей от вас, что вы будете чему-то там соответствовать. Речь идёт про ваши страхи, вот, или речь идёт про что-то ещё, про, эээ, например, эээ, решение, ээээ, допустим, ээээ, какой-то, ээээ, вашей, ээээ, допустим, там, эээээ, ну, личностной проблемы, к примеру. Вот. И выгоды, соответственно, которые вы получаете, эээ, благодаря тому, что эта проблема, ээээ, существует. Вот эта проблема, с которой, ну, которую вы, ээээ, как бы, описываете, ээээ, понимаете, да? Поэтому не всё, не всё так, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Потому что чувство вины в данном случае помогает вам, помогает вам не потерять себя ещё больше. Да, делает вашу жизнь сложнее сейчас. Поэтому вы, собственно, и хотите как бы избавиться от чувства вины. Но чувства вины бывают разные. Чувства вины бывают разными. Чувства вины бывают как про злость, так про страх, так и про несоответствие каким-то вот своим же собственным. Ожидание. И кто сказал, что в данном конкретном случае, например, избавление от чувства вины не является ещё большим таким вот предательством как бы себя. Понимаете, да, о чём идёт речь? Поэтому нужно, на мой взгляд, по крайней мере, достаточно аккуратно и достаточно деликатно подходить к тому, что с вами, собственно говоря, происходит. Не ломать себя, не давить себя, не переформатировать себя. А вы это можете сделать, потому что вам кажется, что если вы избавитесь от чувства вины, вы станете как бы более такой вот, что называется, лучшей версией себя. Это, на мой взгляд, иллюзия. И в итоге, в итоге может быть просто такая история, что желая одного и стремясь как бы вот к одному, вы будете достигать, ну, совершенно противоположного как бы результата. Вы понимаете, да? Поэтому, мне кажется, что вам нужно вот в таких направлениях двигаться, о которых я сказал. Ну, вы понимаете, я надеюсь, то, что я пытаюсь вам в данном случае донести. Теперь, касаемо вот этих действий ваших, значит, родителей, да, и касаемо того, что какие-то вещи они делают, там, без вашего вообще веримых, без вашего вообще спроса и так далее. Вот, касаемо этого момента. Личные границы свои защитить можете только вы. И только вы же властны над своей жизнью. Вот. Но вы как будто этой властью не пользуетесь, как мне кажется, потому что вы боитесь обидеть. Вы боитесь обидеть ваших родителей, если вы скажете им, слушайте, ну, я сама, например, могу, там, распорядиться или сама могу решить, когда, допустим, там, поеду или приеду, ну, домой, допустим. Вот. Вы боитесь обидеть. Что такое обидеть? Это то, что другой человек важнее, чем я. У другого человека больше власти, чем у меня. Это в какой-то степени тоже такая вот ловушка. Потому что ни у кого не может быть власть над вашей жизнью больше, чем у вас, если только вы сами не распоряжаетесь по-другому. Ну, то, как вы распоряжаетесь в своей жизни, да, это вопрос, я бы сказал, ну, в несколько такой отдельном данном случае. Потому что, опять же, здесь, как бы, вот, нужно, ну, несколько больше информации о вас. Потому что сейчас у нас информации о вас недостаточно. Кроме только, вот, по-вости вы перечислили, ну, это самая такая вот привычная для вас информация. Следующий аспект, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Вы говорите, что ваша мечта была переехать в другую страну. Хорошо. Но зачем? Я не в том смысле сейчас говорю, что вам не нужно приезжать, было в другую страну, и что вам нужно возвращаться. Вы живите там, где хотите, и наслаждайтесь этим, и получайте удовольствие. Я больше говорю про то, пожалуй, что вы переехать-то переехали, и вы молодец, что довели это до конца. Но ради чего? Какая ваша цель? Вот. Вы говорите, вот, я не добилась особых успехов в карьере. Мне успехи в карьере как таковые важны, а важно то, к чему, куда, для чего вы стремитесь. Понимаете? Вот, что важно. А не просто успехов в карьере. Пытаюсь сделать успехи в карьере, вы как будто бы говорите своим родителям, вот, посмотрите, родители. Я не просто так уезжала, я не просто так, ну, ездила, вот, уехала, я чего-то добилась. Оно, может быть, и ничего такая позиция, но вы легко можете увидеть в ней, в этой позиции, да, определенную деструкцию. Эта деструкция связана с тем, что вы не принадлежите себе, и все. Вы просто не принадлежите сами себе в данном случае, вы как будто бы принадлежите вообще вот, ну, своим родителям. Как будто бы, вот, и пытаетесь им доказать, что имели право уезжать, но ваш собственный интерес, ваши собственные цели, они где, они в чем? Они как проявляются. А это вот не я. Опять таки. Почему это не я? А потому что вы не привыкли к этому прислушиваться. Вот. Вы привыкли прислушиваться к чему угодно, только не к своим интересам. Вот. Из-за этого другое отношение, что вы просто не доканчиваете свои желания, не до конца формулируете их. Вот. Вот вы говорите. Моей мечтой было, моей мечтой было переехать в другую страну. К сожалению, мы с этого момента не виделись. Почему? К сожалению. А сейчас, в век современных технологий, расстояние вообще не проблема. Вот. Почему? К сожалению. А вы, как бы, ну, вы ожидали, ожидали, надеялись, что будет как-то иначе. Ну, по-другому как-то, что вы, что вы все. Да, как бы. Не ожидали. То есть, почему? К сожалению. То есть, вот. Ам. Такое ощущение, да, что, ну, вы, вот, не ожидали. Сами. Не ожидали, не ожидали, что, что вот так все получится. Для вас это, как бы, ну, стало неожиданностью. Это тоже, как бы, выдает некоторое ваше отношение к приоритетам, которые, вот, у вас в данном случае имеются. К сожалению. Понимаете? Вот. Следующий момент. То, о чем вы не говорите здесь, но в действиях родителей вас достаточно сильно, как мне кажется, что-то ранит. Понимаете, да? Вот что-то вас в действиях родителей достаточно сильно ранит. И, как мне кажется, вам необходимо постараться увидеть, что конкретно вас ранит в действиях родителей. Почему это важно? Потому что для вас те места, где, условно говоря, вы ранитесь, ну, вот те места, да, где вы ранитесь. А эти места могут помочь вам вырасти личностно. Оливдайтесь! Стать. Стать крепче, male, стать более наполненный. Стать более, более наполненный. Стать более, ну, такой, знаете, осознающий себя. вот, но пока что, пока что этого же не происходит, правильно? Пока что этого не происходит. Почему этого не происходит? Потому что вы избегаете тех мест, где вы раньше, вот, вы из-за всех сил от этого, от этого пытаетесь убежать, вот, периодически у вас это не получается, вот, вы ранитесь и, как бы, потом болеете, ну, в смысле, вот в том смысле, да, что очень вам, ну, как бы, тяжело в данном случае, ну, получается, вот какая штука-то. И, соответственно, соответственно, ваша задач заключается в том, чтобы научиться с этим обращаться. Ваша задача заключается в том, чтобы научиться с этим что-то делать, чтобы не обижать от этого, вот, как бы, ну, не убегать, а чтобы именно, вот, принимать это, проживать что-то. Да? Вот. Вот как-то так. Я бы ответил на ваш вопрос с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта, который у меня есть, в том числе опыта с, значит, работой с детско-родительскими отношениями. Дальше. Сейчас я еще проедусь по вашему тексту и дам несколько комментариев, которые, вот, возможно, вам тоже пригодятся. Значит, мы общаемся, конечно, почти каждый день. Вот, каким образом получилось, что каждый день на протяжении, собственно говоря, четырех лет вы общаетесь почти каждый день. О чем? Знаете, как бы, для чего каждый день общаться с родителями, каждый день? В течение четырех лет. Ну, вы же банально просто, как бы, соскучиться не успеваете друг по другу, а самообщение, оно становится формальным. Оно не, ну, оно теряет искренность, как бы. Это нормально в данном случае, это естественно. Ну вот. Еще забыл сказать, что ваша сестра вам, судя по всему, завидует. И тут тоже есть довольно важный момент, как вы реагируете на зависть. Все это время я не чувствовал поддержки родителей, скорее давления с их стороны, к тому, чтобы я вернулась домой. Так как, думаю, у меня, по их мнению, больше возможностей. Вот. Да? Потребность поддержки, что это? Давление, что это? Как это ощущается? Я не согласна, так как, возможно, не успела добиться, но для себя открыла себя и продолжала это делать. Да. Это правда. Но. Вы открыли себя. Это супер. А родителям-то что? Родителям-то зачем? Чтоб вы себя открывали. Им, какая от этого польза, что вы себя открыли? Родителям не нужно, чтобы вы себя открывали. Родителям нужно, чтобы вы себя открывали. Их программу, их предписание. Вот. То есть, ну да, вы себя открыли, вы молодец. А теперь объясните родителям, зачем им, чтобы вы себя открыли. Понимаете? Это вот как, знаете, такая вот классическая немного история, когда, в общем, человек наговорил, что они говорят, типа, вот там, мне надо па-па-па-па, мне надо па-па-па, мне надо па-па-па-па, хорошо, говорю я. А мне это зачем? Вот. Как бы такая штука. Да, немножечко цинично, но надеяться отвразляюще. Дальше. Вы начинаете доказывать. Выводите доказательства. К примеру, я поняла, у меня никогда не было собственного взгляда. То есть, начинаются аргументы. Аргументы всегда можно оспорить. Родители все время давились, чтобы я принимал крылья. Вот тут вы жаловались. Родители на меня давились, чтобы я принимал решение. А что вы делали, когда они на вас давили? Что с вами происходило? Да? Давайте вот разберёмся с этим. Дальше. Общайно рассказывали, как мне тяжело, хотя я никогда не давал причина. Вот понимаете, как бы жертва. Вы, в данном случае, жертва. Вот. В конечном итоге я слышу фразы, раз ничего не получилось, езжай домой. Езжай домой, видишь, не идёт. И что? Я слышу эти фразы. И что происходит дальше? Что происходит-то? А почему родители не должны говорить таких фраз вам? Дальше. Значит, так. Когда я начинал разговор, что они на меня давят, это не разговор, это претензия. Родители утверждают, что они просто переживают. Рационализация. То есть, вы, вы, вы выдвигаете претензии, они защищаются. Они в этом мастера. Да? Так. У меня есть машина. Так. Мама, без обсуждения со мной, значит, сказала ему, узнать, сколько будет транспортировать машина мой. Ну и что? Значит, у вас не забирают машины? Ну, она спросила. Потому что ей интереснее вашей жизнью жить, чем своей. Ну, вот так получилось, что у вашей мамы менее интересная жизнь, чем у вас. Поэтому она живёт вашей жизнью. Вы радуетесь, что ваша жизнь, она интересна. Дальше. Значит, сестра привыкают к обвинению, что я эгоист, который думает лишь о себе. А родители уже в возрасте. Плюс родители мамы скончались за брак в довольно молодом возрасте. И что? Как бы не очень понял, к чему это. Вот. В том, что, значит, обвиняют вас, что вы эгоистка. Да. Ольга, а вы не хотите быть эгоисткой? Вы считаете, что он в другую страну вас привел не эгоизм, а что-то другое? Вы считаете, что нельзя быть эгоистом и кого-то любить? Вы считаете, что нельзя быть эгоистом и чего-то, и что-то для кого-то Total? Почему вы так боитесь, что вы эгоистка-то? Почему? Может быть все дело в том, что вы уже давно эгоист, но не признаетесь в этом себе, не признаетесь другим, из-за этого все проблемы. так не может быть. Сэр, сэр, сэр давит, на меня держит напряжение. Давит чем, напряжение от чего? Значит, вы пишите, что меня вечно кидают в сторону сомнений, не буду новую машину покупать, квартиру, зачем тут деньги, брать надо ехать домой, зачем? Чего вы боитесь-то здесь? Как можно чувствовать этой вечно вины перед родителями? Поработиться, не разобраться. И это, с начала, у вас очень много накопленной злости. Сначала выразить ее, снять немножко эмоциональный тонус, вот. Ну, освободиться несколько. Дальше уже будет, ну, как бы виднее. Далее, вы говорите, значит, как сделать так, чтобы все это давление не травмировало меня. Давление в чем? То есть, давайте его как-то вот немножко конкретизируем. Раз. Два. Вы говорите, оно меня травмирует. Что это значит? Как вы узнаете, что давление вас травмирует? Я не к тому, что оно вас не травмирует. Я не к тому, что вы обманываете. Я к тому, чтобы вы более конкретизировали, что происходит, когда случается то, что вы называете травмированием. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова